Доска почёта Концерт в Москве был вчера, да, был очень успешный концерт, было очень много зрителей, меня поздравляли, это мой юбилей, очень ответственно. Приехали супер-супер музыканты, мои друзья, это такие как Рэнди Брейкер, дважды, как и 7-кратный Грэмми-обладатель, народный артист России Игорь Бутман, А также Майя Асусена, вокалист, который победитель каких-то там конкурсов и потрясающий вокалист, с кем мы уже работаем не первый год и гастролили по всей России, выступали в Штатах. Также приехали музыканты из Майами, из Майами приехал Леон Фостер Томас, это музыкант, который играет на редком инструменте, называется он Стил Пен. Он вчера произвел фурор на концерте, это такая стальная сковородка, то есть как бы сделана из нефтяной бочки инструмент, это из островов Тренинада Табага. Вот это, ну в общем, кто придет, у кого есть возможность завтра прийти на концерт. Я хотел сказать пользователям, да, что все вот это великолепие. Все это завтра приезжают все. Я сегодня приехал специально, чтобы вам сообщить о том, что завтра, 13-го числа, 13-го июля в Колизее. Колизей-арена, концертный зал. Будет этот потрясающий концерт в честь моего юбилея. Такие вещи обычно фиксируются. Я, как человек, который немножко печатает музыку, всегда спрашиваю у всех музыкантов одно и то же. Пишите? Будет ли записывать концерт? Ну, вчера мы записывали на видео, да, будет видео и аудиозапись. Как вот ленинградский концерт, я точно не знаю. Но надеюсь, что подготовили наши организаторы. Я думаю, что он будет. Интересный голос. Не все смогут попасть. Там все-таки зал хороший, большой, но тем не менее. Но все, кто хочет, пускай приходят, потому что именно запись это не передает всего того, той прелести музыки. То есть те, кто даже, вот, бывает на наших концертах и говорят, что попали случайно, просто благодаря, там, друзья пригласили. И вот, бывает, в джазовые клубы приходят люди, они говорят, но мы совсем не ожидали, что нам понравится. И после этого, единственное, что они, говорят, правду говорят, мы не знаем, будем ли мы слушать эту музыку, как бы, по радио, но на живые концерты мы точно будем ходить. То есть, как бы, это совершенно другое впечатление. И, как бы, то, что происходит именно в концертном зале, и то, что происходит, это именно же видеть и слышать, это, как бы, совсем по-другому. Но вот вы сами-то как в джаз втянулись? Насколько я понимаю, вы изначально здесь учились в Ленинграде? Да, мы с Игорем Ленинградцы, мы Ленинградцы, мы, это наша родина, это наш город. Вот, здесь мы учились в музыкальном училище имени Мусоргского, я закончил, Игорь тоже закончил, он начинал в Римского-Корсакова, потом перевелся в Мусоргское. И музыку мы играли здесь, начинали с джазового клуба «Квадрат», такой есть джазовый фестиваль «Осенние ритмы». Вот, и джаз звучал у нас дома, и я даже, как получается, раньше узнал о джазе, чем и Игорь, потому что мне тогда было, когда Игорь узнал о джазе, в 15 лет мне было 10. То есть я даже, как бы, немножко ушел от роковой музыки, потому что, как только Игорь... Как могло вот в 10 лет мальчика 10-летнего захватить джаз? Ну, потому что он звучал, Игорь начал репетировать со своей группой, он был уже тогда лидером по... Ну, прям, он лидер с самого детства, как бы, такое, заводила. Вот, и оркестр, он меня брал на репетицию своего квинтета, потом я участвовал в этом квинтете, потом, когда мне исполнилось 14 лет, он говорит, а хватит на репетиции, давай, ты будешь с нами участвовать именно в концерте. И в джаз-клубе «Квадрат» он меня пригласил, я играл тогда не на барабанах, потому что еще молодой был, маленький, а на конгах, на перкуссии. Но вы изначально понимали, что вот именно там, вот, перкуссия, ударные, это ваше? Да, ну, это пошло от нашего отца, как бы, это она мечта была Игоря на барабанах, и моя, потому что поначалу я занимался, мой первый инструмент — это балалайка. То есть не получилось мне поступить на гитару. А руки-то помнят? Да, руки помнят балалайку. Два года я приучился в музыкальной школе, а потом я перевелся в джазовую школу по классу барабана. Вот это важный момент, потому что джаз, он возникает всегда, как мне кажется, внезапно, и уносит человека вот прям с той дороги, по которой он шел. Да, и все, уже остальное его не интересует. Да, вы помните, как это произошло? Произошло, ну, как, в возрасте где-то лет десяти барабаны стояли все время дома. То есть, как бы, отец у нас играл на барабане, это у него вторая специальность была, так, он инженер, и по вечерам он играл. И иногда, когда не работал, потому что он, в основном, концерты были, там, по субботам, пять в субботу. А в будни они стоят, но отец всегда говорил, как, не трогайте, там, много деталей. А они манили. Да, а мы их разбирали, и с Игорем Игорем говорит, давай, а он тогда на саксофоне занимался, ему нужен был помощник, чтобы ритм-сексу, он мне показал, как играть свинк, и все, мы с ним, он говорит, давай сейчас даже попробуем, у нас есть запись, мы записали, я не знаю, сохранилась она или нет, мы сыграли такой, типа, авангард. Игорь потом показал эту запись авангардисту, и он говорит, потрясающе, и это, и это барабан, там, типа, твой брат, там, вообще, фантастика. А отцу-то когда признались? Когда он узнал, что вы трогаете барабаны? Да, 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 но потом все было нормально, потом они мне подарили, папа и Игоря мне подарили барабаны уже, как бы, мои, большая установка была сделана из пластика, прозрачные барабаны, и они такие громкие были, что они даже громче, чем мы деревянные, и соседи у нас жили просто в мгновенном доме девятиэтажном, соседи на девятом этаже даже приходили, говорят, ну, можно прекратить, это безобразие. Соседи до сих пор ваши фанаты, поклонники, приходят? Ну, не знаю, мы там уже давно не живем, но я думаю, что они приходят, наверное. Можно позвать их на концерт, пусть сравнят. Да, да. Скажите, где они страдали тогда? Как бы, мы прожили до, я прожил на Фонтанке здесь, на Ломоносово, дом, какой там, двенадцать, а потом мы переехали в новый район, папа получил квартиру по работе, и мы переехали вначале на Крыленко, а потом на проспект Большевиков. Пусть все приходят. Вот, и все соседи, да, дом, дом тридцать семь, приходите. Сделаем небольшую музыкальную паузу, потому что после разговора о том, как все начиналось, мне кажется, будет интересно послушать какие-то промежуточные итоги. «My Funny Valentine», композиция Олег Бухман, Даниил Крэмер. Расскажите нам немножко об этой записи. Эта запись была сделана лет восемь назад после феерических гастролей по всей России. Это было 26, почти 30 концертов, мы проехались по всей России. Я просто где-то познакомился, я уже был знаком, занял Крамером, и Даниил говорит, Олег, я хочу тебя пригласить, и я хочу, чтобы ты приехал. А я тогда жил еще в Нью-Йорке, он говорит, вот на твое усмотрение, басист, который, я говорю, ну, я вот люблю играть с Ричи Гудсом. И мы приехали вместе с этим потрясающим басистом, сыграли концерт, проехались по всем городам, и везде аншлаги, анонсы, все были в восторге. И мы решили после этих гастролей пойти в студию, записать то, что мы играли на всех этих концертах. Ну вот и вышел альбом, и мы решили его назвать КГБ, Крамер Гудс Бутман. В Санкт-Петербурге это крайне актуальная история, как вы понимаете, Олег. Но это случайное совпадение, я не знал о том, что альбом так называется. У нас сегодня у доски почета находится Олег Бутман, его юбилейный концерт состоится завтра в концертном зале Колизей Арена. И мы уже услышали, что будет и Рэнди Брекер, и Игорь Бутман, и Майя Азусена, и Леон Фостер Томас, и Келвин Джонс. В общем, все вот как раз друзья, так скажем, из Америки. Да, это все мои партнеры, партнеры, друзья. Это ваш особый такой период американской жизни. Да, я уехал в Штаты в 90-м году и вернулся из Штата в 2008-м. Вы сейчас друзей привозите в Россию, помогаете как-то им, да? Да, это часто приезжают саксофонисты, трубачи, вокалисты. Стереотипы относительно Родины, это там как по-прежнему живут в сознании? Как долго нужно гастролировать по России, чтобы музыкант из Штатов понял, что медведи с балалайками в жарках? Достаточно первого города, как бы. Но сейчас уже, как бы, сейчас они уже знают, что здесь, но не все. Нет, они знают, что здесь цивилизация, что здесь как бы все есть. Но те, кто был когда-то 10 лет назад, 15 лет назад, они, как бы, вообще не могут поверить себе, что такие большие переменные. Да даже наши, вот мои друзья сейчас приехали, они сейчас переехали в Калифорнию жить. И вот сейчас они буквально недавно приехали в Москву, и сами москвичи, их не было 4 года. И они говорят, ну вообще все поменялось. Другая Москва, вообще не узнают ни улицы, но им очень понравилось. Но вот получается, вы 18 лет прожили в США и потом вернулись в Россию. И вот у вас как произошло это возвращение? Ну, значит, когда я уехал в 90-м году, нас не было в России, мы уехали, не приезжая сюда, где-то 2 года мы не приезжали. Уже в 92-м, 93-м мы стали приезжать сюда на гастроли. Вот, и 2 раза в год мы приезжали сюда именно с концертами. То есть для вас не были так уж разительные эти перемены? Я все видел, все перемены, все видел. Ну, нас тут встречали, начало было 90-е, конечно, нас на лимузинах, на специальные лимузины, которые там с какими-то там ракетами, со светом, какие-то кнопки. Так, Сибрюс, был такой фильм о Лунгина, помните? Да, там было похоже. Мы еще приезжаем, я Игорю говорю, слушай, Игорю, и нас на дачи там везут правительственные. Тогда Новый Русский, они скупали эти дачи, и там автоматчики стоят. Я говорю, слушай, что происходит вообще? Куда мы попали вообще? А теперь? Ну, а теперь совсем все хорошо, никакой разницы нет. Кто смотрел автоматчиков на входе на эти же дачи? Ну, все, у тебя с охраны, но уже без автоматов, все спокойно, цивилизованно, да. Все, новые большие супермаркеты, то есть уже все, цивилизация есть, разницы никакой нет. Но вы поэтому приняли решение окончательно снова вернуться в Россию? Ну, когда я приехал в 2008 году, я познакомился со своей женой, Натальей Смирновой Бутман, да. И я ее стал приглашать в Нью-Йорк, она же прекрасный пианист. Она тоже будет принимать участие в концерте? Да, конечно, да, на завтра без нее никак. Мы пишем вместе музыку, и первые полгода она приезжала со мной в Штаты. Потом мы решили, что как бы немножко дороговато ездить туда-сюда, а много-много было предложений делать концерты в России. И так получилось, что я стал уже реже появляться в Нью-Йорке, соответственно, меньше какой-то занятости там, и все перешло в Россию. Но ни о чем не жалеют, меня все спрашивают, разница есть какая-то разница, или о кого не жалеете, что вот... Я говорю, ну где есть занятость, где есть востребованность такая большая, там человек и живет, то есть совершенно не важно, где, цивилизация сейчас везде есть, и не важно, в каком городе ты живешь. Ну, прекрасный комсомольский слоган. Чем ты занят и востребованность. Сегодня он играет джаз, а дальше помните. Да, это уже не актуально, не актуально, да, конечно. Не, ну вот сейчас все мечта любого джаза-музыканта, кто занимается джазом, конечно же, приехать на родину джаза, пообщаться, поиграть с этими музыкантами, которые там... И могу вам открыть тайну, то есть не просто с музыкантами, а с американцами. Потому что в Америке сейчас очень много... Я прихожу в клубы, и я говорю, ой, классный какой музыкант, типа, откуда, из какого города. Потому что все музыканты Америки, все пытаются, как и в России, попасть в мегу, как бы главные города, это джазы, это Нью-Йорк, а это Бостон, это... ну, вот основные города. Орлеан, нет? Нью-Орлеан, это такой более, да, тоже, тоже как бы с джазом связан, но там меньше, все-таки Нью-Йорк это основной город для джаза, так как и в России и Москва. Вот, и в Нью-Йорке приезжают со всех стран мира. То есть я говорю, ой, какой басист классный, откуда? Он говорит, австралиец. Я говорю, подожди, а гитарист? Израиль. То есть, ну, как бы все приезжают... То есть коренных американских джазменов нет? Ну, нет, конечно, они есть, они есть, афроамериканцы, там, ребята есть. То есть именно поучиться вот этой энергии, поучиться джазу, погрузиться по-настоящему, где очень большое количество супермузыкантов, суперталантливых, потому что все таланты едут туда поучиться, посмотреть и потом уехать, потому что, ну, там, ну, слишком много музыкантов. То есть, как бы, иногда бывает, можно перегореть, как бы, потому что если у тебя начинаешь взрослеть, пока ты молодой, ты готов играть бесплатно, играть всю ночь, а когда у тебя потом начинаешь взрослеть, тебе хочется семья, дети, а семья, надо же зарабатывать. А сэр, зарабатывать, как бы, джазовыми гигами, где много студентов, которые готовы играть бесплатно. Потому что мне как-то звонило один тоже студент, мой товарищ, он говорит, Олег, давай отыграем там 20, там, там, за 25 долларов. Я говорю, слушай, ну, уже 25, как бы, ну, как бы, там 50, 100, как бы, ну, это еще ничего. А тут я говорю, 25, почему 25, какая цена вообще? Я говорю, а где играем? Он говорит, ну, как, на Бродвее, там, в 40, напротив, недалеко от Бёрдланда. Я говорю, а что, совсем мало. Он говорит, нет, там платят на трио, на три человека. Я, говорит, хочу взять, я написал музыку на квинтет. Я еще беру двоих, там, трубачи и саксофонисты. Я говорю, ну, ты вообще молодец. Он говорит, ну, зато смотри, у тебя есть перспектива, что эти трубачи и саксофонисты, тебя пригласят потом тоже на какую-то работу. Я говорю, очень хорошо. Выгодные бизнес-схемы. Только я говорю, а где парковаться-то где? Знаешь, на Бродвее, там, играть. Я говорю, это же надо поставить, он говорит, не, после семи ты можешь найти, ну, может быть, найдешь. Я говорю, ну, хорошо. А вы свои барабаны с собой гости? Да, в Америке часто, ну, известные, как бы, такие действующие джазовые клубы, они имеют свою установку. А все остальные такие клубы, как рестораны, такие, где любят джаз и периодически даже играют. Некоторые рестораны каждый день, но музыканты привозят свои инструменты. То есть у вас есть свои любимые какие-то барабаны? Да, просто барабаны, которые дома, которые не надо грузить. Я порвал себе, вредил себе спину, таская все эти барабаны. Тут, когда мне в Москве подписал, как бы, я индорсер Ямахи, и я им говорю, мне, пожалуйста, каким полегче просто барабанщикам. Они говорят, Олег, мы вам не можем дешевые какие-то дать, вот именно вот такие подставки, такие под 20 килограмм. Я говорю, и что? С Наташей вместе с моей женой мы таскали. Я говорю, мне тогда нужен рабочий от вашей компании, чтобы таскать. Может, к балалайке вернуться. Сейчас они у меня стоят в студии, мы построили студию, с Наташей мы музыцируем прямо дома, можем поиграть. Это мечта всей моей жизни была, иметь свою студию. Это прекрасно, но возвращаясь к тому, с чего начинают сейчас другие, другие поколения музыкантов, сложнее, как вам кажется, сейчас джазовому музыканту? Джазовому музыканту не стало популярно. Сейчас все говорят, что Игорь сделал много для джаза и популяризировал, и то, что сейчас это модно стало как бы на правит вечеринках, на корпоративах джаз. Сейчас много фестивалей, особенно летом, все в парке. То есть у музыкантов, у джазовых есть работа. Есть работа, все довольны, все хорошо. Давайте сделаем еще одну музыкальную паузу. Нам глоток свежего воздуха нам сделать. Послушаем тот джаз, который вот наконец у нас тоже стали ценить в России. И вот есть теперь возможность хорошего музыканта выступать. Мы про Наталью Спирнова будем вспомнить. Давайте, давайте. Доска почета. Да, я думаю, уже не нужно напоминать нашим пользователям, что у нас сегодня в гостях Олег Бутман, концерт которого юбилейный, будет завтра в Колизея-арене 13 июля, потому что вот уже даже, как выясняется, одноклассники звонят Олегу. Мы говорили про соседей, а теперь нам разговор присоединяется. Роберт, добрый день, слышите ли вы нас? Здравствуйте. Да, слушаю, приветствую, Олег. Здравствуй, дорогой. И не только одноклассник, но и сосед, и в гостях был, и в установку эту, помню, прекрасно. Вау, вот так. Привет, привет, Роберт. Олег, еще раз здравствуй, дорогой. Вопрос, может быть, Роберт, давайте, у нас как бы есть такая маленькая опция, мы тут задаем вопросы, слушаем ответы. Спрашивайте. Да, вот, знаете, честно говоря, просто очень хотел выразить свое почтение и признание. Завтра очень сильно постараюсь попасть на концерт. О, спасибо, Роберт. Завтра будет потрясающий концерт. Вся семья будет почти в сборе. И не только семья, как мы видим. Ну, видите, да, и соседи, друзья. Спасибо вам большое. Успехов. Спасибо. Спасибо. Продолжайте, друзья, нам звонить. У нас есть еще несколько минут в прямом эфире. Музыка. Музыка, она, как мы понимаем, дарит новые знакомства, подтягивает людей из прошлого. А бывает ситуация, когда вы устаете от музыки, Олег? Да нет, такого нет. Ну, бывает, что... Ну, гастроли же могут доставить массу и помимо приятных... Понятно, бывают какие-то срывы, бывает... Ну, в основном это бывает, в основном это бывает, если звукорежиссера, что-то со звуком не очень комфортно. А так, ну, какие-то бывают, если во время концерта что-то не получается, там, как бы... Ну, техническое зрение, да? Да. А так это большое удовольствие именно находиться на сцене, именно этот адреналин, это... И как вы справляетесь ситуация, когда, допустим, этот микрофон у сольника плохо работает, да? Что, что, можно? Можно справиться как-то с этим по ходу пьесы? Ну, по ходу пьесы, если тут я, например, что-то с монитором, с мониторной системой, или что-то не так, и кто-то из ансамбля недоволен чем-то, то есть, мы находимся на большой сцене, иногда бывают расстояния очень большие, и тогда это, как бы... Мы не показываем это, но просто нас это расстраивает, и после концерта каждый, конечно, высказывает, что мне было некомфортно, там, где-то, а так, а все остальное, это, как бы, зависит от, как настроиться, и как по-настоящему соединиться, соединиться в музыкальном, вот в этой энергии, соединиться вместе, и тогда реакция, то есть, если это у нас получается, и нам это нравится, и мы получаем, входим в этот, в нирвану, то тогда публика это реагирует, и возвращает, и даже если ничего-то не работает, у нас был такой случай, мы играем в Краснодаре, концерт, и выключается свет по всему Краснодару, то есть, вот, но мы продолжаем играть, но единственное, чтобы было электрическое, клавиши были, то есть, не стало, саксофон и барабаны остались, потому что бас тоже не слышно, был контрабас, но мы закончили композицию, потом, значит, сделали небольшой перерыв, думали, что придет свет, но свет так и не пришел, то есть, как бы, мы еще сыграли с саксофонистом, ну, потому что неудобно, был полный зал, а в чистой акустике нельзя вытянуть, да, то есть, вообще без вековища. потому что есть контрабас, не слышно, а рояль, если был бы акустический, можно было бы с роялью что-то сделать, а он был электронный, да, вот, поэтому, но публика все равно, там, публика, ну, поняли все, поняли, что все хорошо, но мы отыграли первое отделение, слава богу, что на первом отделении было, а второе не получилось. Ну, вот, спрашивал Коля по поводу того, что устаете или нет от музыки, но вот когда у вас все-таки, наконец, отпуск, нету, гастоли, или вы все равно приезжаете куда-то в новое место, надо идти в клуб, где-то послушать музыканта, или релакс полный? Бывает такое, что хотим отдохнуть несколько дней, но если я приезжаю, например, в Нью-Йорк, отдохнуть, то, конечно же, мы сразу едем в Манхэттен, как бы мы живем, у меня квартира в Бруклине, мы сразу едем в Нью-Йорк, в Манхэттен, и я хочу сразу повидать своих друзей, в клубы зайти, повидать хозяев клуба, там, вот у меня Бёрдланд, хозяин, как бы мы дружим, мы дружим, и зайти, что происходит, потому что в Нью-Йорке каждый день что-то происходит, меня иногда друзья спрашивают, те, кто любит джаз, но работают под другие специальности, заняты, они говорят, Олег, а что-то происходит сегодня? И этот вопрос меня так удивляет, я говорю, ребята, здесь каждую секунду происходит, я говорю, это же, это же все столица джаза, здесь 20, там, сколько, 30 клубов, где, а и центровые, там, все время звезды, можете говорить, каждый день звезды джаза. А как успеть, вот как все, все услышать, как быть в курсе того, что происходит? В курсе есть, ну, как бы, есть, кажется, сайты, есть журналы, Downbeat, Jazzies, но все через интернет, в принципе, сейчас все, как бы, на интернете, я не знаю, люди слушают, радио слушают, вот, конечно, да, но вот радио джаз есть, в Нью-Йорке радио джаз, который базируется в Нью-Джерси, кстати, рядом штат, но этот канал слышен, вот именно в Нью-Йорке и в Нью-Джерси, и этот, он вещает, каждый день он рассказывает, где, что происходит, в каких клубах, так что там реклама идет. Не могу не спросить, про современную музыку и эксперименты и какие-то стыки классического джаза и, не знаю, столь популярного лет 20 назад явления Эйси, джаз, лично я до сих пор слушаю те записи, как вы к этому относитесь? Насколько вы далеко готовы заходить в эксперимент? Я очень люблю экспериментировать, и мы делаем, вот сейчас мы записали на нашу музыку, расписали на симфонический оркестр, никак не можем, я все обещаю, сделать альбом симфонический, но сейчас это, как бы, нам композитор, потрясающий пианист, легенда джаза, Николай Левиновский, у него была такая группа Аллегра, вот, он написал нам аранжировку на наши композиции, и вот сейчас я разговариваю с Юрием Башметом, с большим симфоническим оркестром, потом разговариваю еще там с несколькими, как бы, но это большая история, это нужно проплачивать репетиции, сейчас вот мы ищем... Это если состоится, то в России. В России, да, в России, да, и мы разговариваем с питерскими дирижерами, как бы, мы все это хотим сделать, я надеюсь, что вот сейчас, после моего юбилея, мы займемся этим, а также я еще экспериментирую, вот как вот мой альбом «Взлетная полоса», мы играем там «Drum and Bass», то есть как бы современное сочетание, да, также с рэпом у нас там на моем альбоме «Рэпер». К нам приходил Илья Луштак? Да, Луштак, вы знаете его? Да, гитарист Луштак. Зачитал нам тут вообще броклинского всего этого добра, это было независимо. Хороший супермузыкант, с кем мы дружим, играем вместе, вот, и часто виделись в Нью-Йорке, он там живет тоже на две страны. Вы будете там встречаться с друзьями, говорить, что в Петербурге... Будете, как у вас, концерты в Питере, приходите сразу на фонтан-кофе. Все, фонтан-кофе. Есть такая оранжевая студия, здесь можно и послушать, и поговорить, и кофе попить. Класс. Друзья, 12.40, мы вынуждены, вынуждены сворачиваться, но мы напомним, где мы увидим Олега Бутмана. Да, обязательно, завтра, 13 июля, в концертном зале Колизей Арена, замечательный, большой, с огромным количеством гостей, юбилейный концерт. Игорь Бутман, Леон Фостер Томас, Келвин Джонс, Майя Асусена, Наталья Смирнова Бутман, тоже питерская. Сказали в начале Ленинград, но все-таки закончили правильно. Питерская. Вот такая вот история. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Хорошего вам концерта. И, конечно, будем ждать, когда с новыми проектами вы снова окажетесь у нас в городе. Спасибо, спасибо. Уже давно мы не были что-то никак там. Ну вот трек Road to Paradise нам поможет справиться в этой грустной истории. Спасибо еще раз. Спасибо.